добрый день дорогие зрители вновь с вами мыльная пена и опять же мы расскажем вам про самые последние сплетни про актеров и актрис латинского кино и телевидения ну что первая сплетня наша про анжелик бойер говорят что она испытала легкое разочарование в первой любви ну не подумайте что она рассталась со своим другом хосе эльберта кастро нет дело в том что они обедали в ресторане сан-франциско и случилось так что официантка перепутала ее с ангеликой ривер первой женой эль гуэл ну и на самом деле совершенно в общем то понятно как это могло случиться женщины удивительно похожи друг на друга но если учесть разницу в возрасте лет 15-17 то практически одно лицо даже имена у них одинаковые да одна анжелик другая анхелика и в общем бедную официантку можно понять но каково был анжелик она то думать что она уникальная что она одна такая тут на тебе вот такое вот извините безобразие вторая новость у нас о эльзабет гутеррес она переехала к мужу в мексику и теперь они живут одной большой дружной семьей значит она или и в дети ну что элизабет дала интервью очень интересные пространные сказала что свадьбу она не планирует как бы в ближайшее время пока что они обычно живут нормальной жизни ничего такого особенного а свадьбу что придет время она и будет но тут самое главное не в этом а главное в том что она прокомментировала слухи о романе ее мужа и химены наварет и она сказала что все это ерунда что всего лишь часть шоу все эти слухи что она сама актриса и знает как это делается для поднятия рейтинга ну что да действительно так оно и есть а мексиканское телевидение но этим славится когда значит рейтинги не очень генерируются слухи о каком-то романе страстно между актерами и актрисами этим отличаются очень многие кстати продюсеры нет романа устраивают скандалы ну что для поднятия чахлого тускать рейтинга хороши все средства скоро наверное уже виагру начнут принимать да что касается работы по поводу работы элизабет сказала что будет продолжать работать в штатах и что у нее есть даже несколько предложений ну посмотрим она была начала сниматься на универсион но что-то там не сложилось видимо надо было срочно уезжать в мексику пости любимого желаем ей удачи в этом безнадежном деле жизнь покажет чем все это дело кончится нинель конде продолжает обливать грязью бывшего мужа ну что мы как бы и не сомневались что так оно и будет потому что убийственная конфетка как ее называют в мексике она в общем-то женщина не только как бы вам так сказать чтобы ее не обидеть не только не очень умная но к тому же и совершенно в общем не оригинальная вот она если начинает да вылазить на экран и лить слезы и рассказывать как ее все обижают так остановиться блин не может ну что теперь она требует чтобы хуан сипеды прекратил давать интервью за деньги и отдал ей сто пятнадцать тысяч песо потому что она их заработала а он скотина такая прикарманил ну уж мы не знаем на наш взгляд оба хороши что нинель что ее бывший но тут уже немножко поприличнее выглядит хуан он не утерпел ответил ей сказал что никаких интервью не давал тем более за деньги никаких эксклюзивов не продавал а что касается 15 15 тысяч песо то извините а за адвокатов кто платить будет дядя вася что ли он не настолько богат чтобы выкладывать такие огромные деньги пусть она тоже поучаствует в этом богоугодном мероприятии ну и еще он сказал что в общем у них имущество как раздельным было то есть у нее своя часть у него своя и поэтому он на ее часть никаких претензий не имеет и никаких денег оттуда никогда не брал и вообще он никогда ничего плохого они не говорят ну может быть оно конечно и так но только вот тут в последнее время очень интересная штука получилась насчет интервью похоже что хуан погорячился и теперь он просится на программу к лауре босса с исповедью обманутого мужа пишет ей в твиттере пригласи меня срочно эти такого расскажу ну что касается лауры босса то это конечно женщина праздник женщина падальщик то есть все самые гнусные вот эти вот варианты до житейские обсуждаются на ее программе так что уж не знаю не знаю кто кто там кто там лучше не нелли ли хуан а ну и что и вот уже началась таскать драчка это драчка это начало распространяться уже на весь мексиканский шоу бизнес уже люди начали принимать какую-то из сторон вот например певица юрия и ее муж родриго на стороне хуана по этому поводу нинель выразила скорбное изумление что как же так я вообще не понимаю почему ну ладно я ее уважаю это ее мнение и пусть ну в общем играют в благородство на полную катушку ну посмотрим опять же чем кончится думаю что дальше еще что-нибудь интереснее у арасили арамбулы тоже в общем не все не слава богу потому что одна из американских газет интернет газет напечатала статью где пишется что проблемы проблемы с как будто элементом луис мигель забывает заплатить денежки понимаете он как бы отец-то конечно хорошие на расстоянии но деньги платить забывает ну и тем более что делать у арасили теперь новый друг там уже как бы очень серьезные отношения и видимо луис мигель считает что себастьян рули прокормит не только себя и не только свою невесту но еще и его сыновей ну что вполне возможно что арасили обратиться в суд тем более что год назад наверное такой процесс уже начинался но как-то этот процесс скис вероятно луис мигель спохватился и заплатил бывшей супружнице точнее бывшей подруги и в общем скандала не было ну и последняя история на сегодня это феерическая феерическая абсолютно вещь была с луисе и мендес и ее посещением венецианского фестиваля ну так вот она там была ее пригласили как почетного гостя и в прессе появились ее фото рядом с джоршем клубом потом народ что-то как-то так что-то как это за фотография знакомая что-то непонятное и начали искать первоисточник и нашли так вот это был фотошоп на месте луисе и мендес была сандра булла ну что тут началось в мексиканском интернете мексиканской прессе это словами не передать к луисе стали обращаться за за объяснениями она сказала что еще чего не хватало я буду эту вот всю эту фигню объяснять я вообще выше этого если кто не верит что я там была это их личные проблемы но потом и выяснилось что кэсса вот это вот фотошопная фотография это продукт творчества главы ию итальянского фан-клуба ну просто человек пошутил вот ему хотелось чтобы его кумирша значит она вот в таком вот виде блистала на венецианском фестивале ну дело фотошопа это дело начало расходиться по твиттерам а потом уже в прессу попала ну вот луси я потом выступила с объяснением сказал что ребята ну это фото было первого сентября сделано а я была там четвертого ну что я теперь буду вообще рубаху награде рвать и орать что я там была но кто не верит это лично их проблема кто верит ну пусть верит вот меня вот например тугово ну почему к критике такого класса и такого уровня а луси безусловно очень многое сделала для прославления мексиканского кино и телевидения во всем мире почему вот к ней вот так относятся все совершенно непонятно то есть степень неуважения к людям которые славу мексиканскую составляют она как бы зашкаливает ну ладно на сегодня все как бы события наши кончились следующая наша передача выйдет во вторник подписывайтесь на наш канал до свидания